МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А-а-а! Все, готово. Ароматно, слушай, а? Как? Слушай, хорошо пахнет. Слушай, никогда бы не подумал, что ты умеешь готовить. А я вообще, Саня, давай тарелку. Человек разносторонних талантов. Просто я никогда не выпендриваюсь, потому что я очень скромный. Ну да, ну да. А вообще, готовить я люблю. Давай вторую. Я вот дома на пенсию выйду, ресторанчик открою. Я даже название придумал. Ух ты! У генерала. У генерала? Ага. Веска. Собираешься дослужиться до генерала? Собираюсь. Сидевременно. Потому что что может быть круче штанов с лампасами? Штаны с лампасами. Ну? Ну да, моща. Слушай, ну тогда тебя должна радовать реформа. Ну да. Особенно меня радует великая переаттестация народов, грядущая на нашу голову. Ты приказ последний на сайте видел? Кто не пройдет полицейскую комиссию, все, попадает под сокращение. Старик, ну дело-то не в этом. Самое главное, что хоть что-то с места сдвинулось. Впервые. Ну что? Придут новые люди. Да люди-то новые, Саня. А система старая, понимаешь? И будет как в России. Переименовали бы милицию в полицию, людей местами переставили, бабло распилили и все. Да он, Яцек. Ладно, его мы остановили. А сколько таких Яцеков еще придет? Я тебе уверяю, как в России у нас больше никогда не будет. А по поводу нас, знаешь, как мой батя говорил. Делаешь, что должно. И будет, что будет. Хорошее правило. Хорошее, но рискованное. Ты вот под раздачу попал, когда делал то, что должен. Да и Ленка вон наша, то же самое. Ну, у Ленки лично. Чего? Гляди-ка, погоди. А ты что-то знаешь, да? Ну, колись, что. Не клюет. Сорвалась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Добрый день. Срочный вызов. Что там, убийство? Двойное. А оперелька, Саша, где? Не знаю. Они позвонили, сказали, что едут. Откуда у них такой рамь едут вместе? Без понятия. Да, поехали. ну что думаешь следов борьбы нету взлома тоже судя по расположению тел он застал их врасплох два выстрела в голову скорее всего работал профессионал или это очень быстрый профессионал или этого человека не знали поэтому никак не среагировали не исключено так друзья мои я не знаю как с этой бухгалтерией разговаривать она истериста в слезах губной помаде ей психолог нужен и не я здорова привет 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 ну что у нас два проникающего стреляли от двери а входной так а это что за дверь это дверь в кабинет главного бухгалтера который сейчас истерит но она не рабочая и с той стороны не рабочая да ну пойдем лену можешь помочь там дамочка это бухгалтер истерит короче сейчас метнись по соседним конторам спроси на предмет шума может они что слышали там драку вознюк какой-нибудь выстрелы кипишку здравствуйте ольга а можно вы тут кое-что у вас посмотрим скажите а шкаф часто отодвигаете его никогда никто не отодвигал сша видимо все таки тот кто стрелял вошел отсюда это невозможно сюда никто не мог попасть вы пожалуйста успокойтесь мы все проверим да ладно подожди не трогай нужно проверить на предмет отпечатков скажите ольга вы обнаружили трупы я утром пришла и попыталась открыть дверь со своим ключом она была уже открыта я зашла там они лежат а из офиса что-нибудь пропало нет в том-то и дело что нет когда ваши сотрудники приехали мы первым делом открылись сейф и деньги и документы все на месте у олега у ханя часы на руке были очень дорогие у руслан матвеевича у директора запах кислоты а ханю что он китаец наполовину пациент а мать у него наша он наш партнер был что это вы такое пьете это от стресса успокоительная ну и иммунитет поднимает еще помогает да это хороший препарат моим торгой значит выстрела вы не слышали да нет офис на третьем этаже а там звукоизоляция скажите а во сколько пришел антонов вы не помните чем не помню утром взял ключи потом ушел потом вернулся около семи с китайцем это да с ними еще шофер антонов был сумку нес тяжелую сумку тяжелая сумка ага так так около семи да как раз их бухгалтерша ольга уходила ключи сдавала вот ага а во сколько вышел шофер а тут не скажу обратил внимание но точно до девяти в девяти я дверь все ехать надо все поехали спасибо если что-нибудь вспомните позвоните пожалуйста ладно до свидания до свидания судя по документам компания занималась мелким оптом не считая погибшего директора в ней работало еще всего три человека я попросил игоря обойти сотрудников соседних контор никто из них выстрелов не слышал хотя многие работали допоздна вывод использовался оружие с гушаком профессионал кто сейчас не профессионал в любом случае очень хорошо изучил обстановку выстрел производился из соседнего кабинета дверь в которой всегда заперта и задвинута шкафами что получается конкуренты недовольные клиенты или кто-то из своих ну базисные версии бизнес и лично что с пулями какая-то девятимиллиметровка какая именно установить пока не удалось но установим работа камер в офисе нету наверное экономили кризис все-таки понятно понятно но надеюсь тебе не надо напоминать что комиссия на носу если группа не справится даже я не смогу помочь справиться теперь все будет решать новая полицейская комиссия так что поторопитесь володина тебе за в склада лена поговори с женой антонова игорь свяжись таможней с налоговой спроси не было ли у них претензий компании антонова или каких-нибудь конфликтов с ней ясно и пробей ханя что у нас на него есть так а где вот спасибо рад стараться шеф так я занимаюсь водителями сумкой все ясно ясно работаем ребята есть а да лена и не забывай что антонова это основная подозреваемая собственно это все что нужно знать о браке только давайте быстрее меня в офисе ждут без проблем все таки что скажете да не было никаких проблем товарищ майор не у компании не русло матвеевич уверен я же не только водитель я еще телохранитель поэтому уверен год на антонова работаю на каждой встрече бываю все без проблем вахтер сказал что вы принесли сумку в офис что было в сумке откуда я знаю это товар из офиса так часто бывает крупный заказ то то есть вы принесли ее в офис пришел положил и сразу ушел сразу господи простите ничего мы можем продолжать у вашего мужа были недоброжелатели враги завистники нет не знаю я ничего такого не слышала а руслан мне все рассказывал господи если бы я я не понимаю господи руслан матвеевич очень любил оксана знаете бывают такие странные пары в чем странность он бизнесмен она художник казалось бы что может быть общей между такими людьми а нет судя по всему я не дали приводить нет ну вы мне скажите как будет выбирать шляпку три часа да и шел купил ушел согласен согласен скажите клим что вы делали в момент убийства с восьми до одиннадцати вечера а вы помните что вы делали вчера вечером вчера да конечно я помню я поехала с покупками а руслан как обычно отправил со мной клима он мой водитель нет если бы я не не простите успокойся что же вы плачете вы же ничем не виноваты если бы я не поехала по магазинам клим был бы с русланом и возможно он ванну не да 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 спасибо огромное спасибо до свидания привет ну что вас чем порадуйте так сбираем дукупы инфу водитель антонова он же кстати его телохранитель как он мне сказал И его жена в один голос утверждает, что никаких явных врагов у него не было. А вот с сумкой дело туманное. По утверждению Клима, он принес ее в офис, а потом, когда утром вернулся на место преступления, ее там уже не было. За складом утверждает, что пришел человек Антонова и забрался в склада БАДы. На сумму где-то приблизительно 10 тысяч долларов. Думаю, гонорар для киллера-профи потянет на гораздо большую сумму, поэтому вряд ли их за товар замочили. Вроде как да, но почерк-то все-таки не аматорский. Да. Получается, сумка здесь ни при чем. Кстати, а что в этой сумке-то было? Что за БАДы? Не знаю. Слушай, я провтыкал, это не уточнил. Надо уточнить, Володя. А лучше взять ордер на обыск склада и еще раз досконально там все проштудировать на предмет накаты. Сделаю завтра. Лейтенант. Да, мне только что звонили из таможни. Ни они, ни налоговые претензии к компании не имеют. Но не к Ханю. Два года назад он попался с незарегистрированным стволом. Пошел на сделку со следствием и сдал крупную сеть торговцев оружием, которых брал пушку. Стоп. А вот это похоже на мотив. Месть. Точно. А вот эти, кого он сдал, они сидят? Сидел. Королю Валерию Ивановичу. Валет. Донецкая исправительная колония номер 124. Опа! Что? Донецкая исправительная колония 124. Та, которая была накрыта артобстрелом. 160 законов сбежали. Многих нашли, но не всех. Но не Королева. Вполне вероятно, что он сейчас находится в Киеве. Слушайте, ну если мы имеем дело с беглым заключенным, то нам его будет очень тяжело найти. Так. Володя, пробиваешь его по своей агентуре. Лена, родственники, семья, друзья, в общем, по всей форме. Игорь, мы с тобой сейчас ездим, опросим людей. Может, кто видел этого Королева? Все-таки его внешность-то приметная. Начнем мы с тобой, пожалуй, с вахтера и начнем. Алло, Ген, привет. Слушай, есть минутка, нужно встретиться. Договорились. Приветствую, мой друг. Здорово. Не думал, что тебе нравятся подобные штуки. Нравятся? Не знаю, уже час смелости набираюсь. Да ладно, ты серьезно? На отморозков с голыми руками не боишься? А на троллее боишься? Не люблю то, что не могу контролировать. Ладно, по что я тебе так срочно понадобился? Хочу по одному отроку информацию. Привет, Валет. Да, старый знакомый. Только ему еще долго сидеть. Ну, долго ему сидеть, если мы его поймаем. Сбежал твой Валет в прошлом году. А вчера у нас два трупа образовались. И один из них, Хань, слыхал про таковы? Китаец. Да, если я правильно помню, это же ведь Хань тогда сдал Валету, да? Хань? Да, Володь, он. А знаешь, чего ты не знаешь? Чего я не знаю? От того, что вся эта история с оружием, это липа. А Валета просто подставили. О, как. Не видел. Уверены? Абсолютно. Такую рожу я бы сразу заметил. Секундочку. Да. Твоя родная сестра. Очень хорошо. Адрес есть? Хорошо, да. Давай, едем. Дякую, Молодь. Будь благословим. То есть, ты уверен, что это подстава? Володь, я вел это дело. Мы взяли след. Он вел к вам и к погранцам. К нам? Да. К донецким коллегам. В общем, мы подготовили операцию. Тут оп, доблестная донецкая милиция накрывает, якобы, оружейного оборона. Ну, так и не представили Валета. В общем, открыли свое дело. Быстрые суды, признание. Все. И что, Валет признался? Он нет. Ну, тогда было это уже неважно. Потому что на него, как на главного, указал тот самый Хань. Да. Которому за это забыли ствол и выпустили. Так что, Валет пошел, как организатор. Ясно. Знакомо. А вы дальше рыть не стали, да? Володь, ну что дальше рыть? Дальше были дыныры, ныныры. Сам понимаешь, не до того. Ну да. Спасибо. С меня вивко. Класс. Класс. Ну что, этот дом? Вроде. Подъезд здесь, судя по всему, один. Спрячь ствол. Не доставай президента. Товарищ Файер, вот он. Стоять! Обход давай! Какой обход? Твою мать! Туда обход! Твою мать! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бежал, скрывался, все признаю. Где подписать? Убийство Антонова и Ханя признаешь? Кому? Ты что-то попутал вначале. Ты не знаешь Ханя? Он проходил свидетелем к твоему делу, когда тебя за торговлю оружием судили. Китаец. Добрались до него все-таки. Я знал, что так будет. А меня в том деле использовали. А ты говоришь, добрались. Кто добрался? Тот, кто тебя подставил? Возможно. Ну, а кому еще его смерть нужна? Тебе. Зачем, начальник? Китаец шестерка. А он бы отказался, другого бы нашли. А кто искал бы? О! Это главная тема, по которой я решил в Киеве остаться. Кто? Что ты делал вчера между восемью и девятью вечера? Где ты был? Так это... Это просто. В больничке был. Швы снимал. Только сегодня утром выписали. А там, кстати, китайца этого и встретил. Он там какие-то левые пилюли двигал. Ну, дальше, дальше. Ну, что дальше? Перепугался. Но я ему по чесноку сказал, что ничего против него не имею. Я знаю, как это бывает. А вот... Те, кто его нагнул, признательное дать, пощипать руки чешутся. Ну, что, добозарились, просто елку сняли, и все. Поверь, начальник, так и было. Конвойный, уведите. Встать. На выход. Лицом к стене. Что там у тебя, Володь? Да, я вот как раз Лене начал рассказывать. В общем, мой знакомый следак из бэушни говорит, что Валет занимался контрабандой для какого-то оружейного магазина. Ну, как контрабанда, там, камуфляжи, перцы. А когда из бэушники этим оружейником-то на хвост присели, те решили его слить. Ну, и подбросили в товар стволы. Повысив, таким образом, до оружейного оборона. Все обтяпали там с ментами местными. Это, понятное дело, выяснилось потом, позже. А Ханя они нагнули, чтобы он слил эту лабуду. Все. А если те, кто поставили Валета, узнали о том, что он встречался с Ханями, решили почистить хвосты? Может быть. А может и не быть. Свободны все. Студент, поедешь со мной? Да, конечно. Если что, я на улице. Так. Я домой, наверное. Прекрасно. Ну что, спасибо. Не за что. До завтра. Пока. Клиан. Что? Погоди. Я хочу тебе кое-что предложить. Только ты не отказывайся, сразу выслушай меня, ладно? Ну... Ну... И что? Понимаешь, если... Если слишком долго носить в себе какую-то свою личную беду, рано или поздно она начнет тебя жрать. Понимаешь? Ты еще за себе? Смешно. Я хочу тебе помочь, Лен. Но... Нам нужна информация. А значит, нам нужен Патренко. О, нет. Почему нет? Ну, потому что нет. У него языка, как помило. Ты когда-нибудь видела, чтобы он выболтал ту информацию, которую вболтывать не должен? Хоть когда-нибудь? Не видела. И я не видел. Патренко умеет держать язык с руками. Правда. Но дело даже не в этом. Он умеет найти подход к людям. Да. У него есть такой талант. У него везде свои. Среди бандюков, среди прокурорских. Да везде. Он действительно может разговорить с человеком, который с тобой или, скажем, со мной вообще говорить не будет. Нам нужен Патренко, Лен. Нам нужен Патренко. Нам нужен Патренко. Слушай, я его не успокойся. Я подумала. Лен, слушай, еще одно. Сад, а что ты делаешь в воскресенье? Ну, я подумал, что у нас же вроде как выходной и это... Я поняла. Я подумала. Патренко. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А это я с собой возьму Да, даже не знаю радоваться этому или как Субтитры создавал DimaTorzok Обе этикетки абсолютно идентичны Обычно только баночки сделаны из разного материала Беру Вот эту баночку мне дала главу Хольга А вот такие же как эти водитель Антонова забрал со склада Но я в интернете почитала, что такие препараты у 4 года Производятся только в золотистой баночке Вот А наши бизнесюки покойные гнали товар в обычной пластике, да? Да, трехкопеечная поделка, но только за те же деньги, что и оригинал Ну и какие мысли? Я знаю, что эти добавки это серьезный бизнес Особенно подделки которых по приблизительным подсчетам В сетевом маркетинге до 70% Правильно студент, в точку И главное, что просто так с кондачка туда не сунешься в этот бизнес Короче, Лену нужна экспертиза Игорек Сейчас пообщаешься с этой Ольгой, бухгалтером Что она знает о поддельных БАДах Угу, давай Что ко мне? Володь, надо узнать, кто держит рынок препаратов в Киеве Окей, сделаем, не проблема Давай, неужели наркота? Ну, насчет подделки не знаю Я к бизнесу отношения не имею А когда, вы говорите, эта партия пришла? Около полумесяца назад Ну, знаете, около трех недель назад Антонов попросил меня отвезти его в пары сковороды И вот там какая-то встреча была с мужиком Я его раньше не видел Ну, он даже попросил меня в стороне постоять на всякий случай А вот потом За три дня до убийства Они снова встречались Так, 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 так И общались так, ну, знаете, на повышенных тонах В смысле, они ругались? Нет, ну, не то чтобы ругались, до конфликта не дошло Ну, разошлись и все Я бы так не вспомнил, просто у него внешность такая, знаете, бандитская То есть вы его, в принципе, запомнили? Ну, конечно Фоторобот поможете составить? Да без проблем Очень хорошо Давайте к моей машине подойдем? Хорошо О, девушка, здравствуйте, не проходите мимо Очень полезные препараты, пожалуйста, познакомьтесь с ними И мир становится намного интересней Здорово, Кляш Владимир Викторович, здравствуйте Вопрос повторить? Не надо Я вам уже все сказал Не хочешь по-хорошему? Да, да, да какое вы имеете право? Я имею право Продажа без разрешения В неположенном месте Неуплата налогов Угроза здоровья населения Да какая угроза? Вселенская, Кляш, вселенская Либо ты мне говоришь, кто тебе поставляют БАДы Либо я отвезу тебя в обезьянник Только не в обезьянник Говорит Да сейчас по мелочи кто только не занимается А крупно трое работает Один со спортзалами связан Но у него только легалайс Ну еще двое леваком приторговывают И все Все? Да Молодец Ну молодец же Все, говори имена и спасай народ от компотенций Пошли Компьютерный фоторобот Да этот фантомас вообще на человека не похож Он знаете на кого похож? На этого На предтечего из Прометей Релискот Так, ну что, эксперты, выяснили что-нибудь? Да Значит, в оригинальной банке у нас обыкновенные БАДы А вот в паленочке Не надо, не говори Только не наркотики Заворочимся Не наркотики, витамины, а обыкновенные витамины Слава Богу Кстати, у нас еще один подозреваемый, взгляни Где? Предтеча зовут Какой предтеча? Это же Шрек Да не похож он на Шрека вообще Ну как не похож? Смотри, вот здесь брови добавить Здесь щетина Вылитый Жека Шрек Жека Шрек это погоняло у него такое Он, кстати, тоже БАДами занимает С БАДами, говоришь? А ты мог с этого начать, Володя? Ты знаешь его? Знаешь, где он живет? Да, конечно, знаю Слушай, ну мы с ним тысячу лет знакомы И вряд ли это наш клиент Я поэтому и не вспоминал о нем Мне неинтересно, сколько ты с ним знаком Это все проверять надо Лена, Игорь Дуйте в офис к Антонову Покажите фоторобот всем Может, кто что знает, видел А потом к его жене Так, ну что? А мы с тобой будем охотиться на Шрека Ну и что, думаешь, он здесь? Ну, мой штык сказал, что он здесь регулярно качается И в принципе должен уже выйти Слушай, Володя, я с Леной поговорил И? Сказал, что подумает Ну, я так и думал Лена никогда не ищет простых путей и быстрых решений Это точно А ну-ка Вот он, по-моему Эй, товарищ, не продаите чего-нибудь Чтобы я стал суперменом, а? Так, а ну-ка, стой Стой На меня, на меня, на меня, на меня Ага, ага Мордой в стену Ты как? Руки Поехали Ты что, гартели стырил, что ли, из спортзала? Так, Шрек, а ну-ка, посмотри-ка на этих мужчин Узнаешь их? Не, никогда не видел Ну, ты присмотрись, я даже не посмотрел Нет Нет? Очень странно Потому что вахтер видел тебя у них в офисе Вы чего? Вы что, на меня мокруху решили повесить? Это не я Володь, скажи ему, что я не убийца А не швырял бы ты в людей сумками Я бы, может, и сказал, а так не знаю Да я не специально, я и забыл, что там гиря Зачем вообще с собой гири носить? Спортзал зачем? Ты пришел в спортзал, там они лежат Ты позанимался, оставил, ушел Все С тобой зачем носить? Ладно, дальше Этих я не убивал Ну, смысл какой? Они согласились на 50% Так, стоп, стоп, стоп Подробнее про 50% Короче, ко мне обратился Антонов Предложил толкать препарат Популярный Я взял на пробу, отнес в спортзал Оказалось, фуфел, обычные витамины Я с ним поругался Знаете, я фуфлом не торгую У меня клиент серьезный Ну, понятно, ясно, дальше Ну, и договорились 50% ему, 50% мне по чесноку все было И он согласился, сразу? Ну, не сразу Повыкобенивался немного А куда ему деваться, в принципе? Пришел я в офис к нему Взял первую партию Оставил задаток и ушел, все Так, а партия в большой сумке была? Ну, в той черной, которую вы забрали Ну, когда я уходил, они живы были? А во сколько именно ты к ним пришел по времени? В районе восьми вечера В районе восьми? Это плохо, Шрек Чего? Ну, в общем дело Получается, что ты последний, кто видел их живыми Да вы чего? Не убивал я их? А чего ж ты тогда такой святой ломанул от меня, а? Ладно Ладно Чего ладно? Уводи его Встань Вперед Ну, в общем, все указывает на Шрека На Волохова Значит, все Дело раскрыто Товарищ прокурорник, я прошу прощения, но Я Шрека знаю очень давно Он вообще начинал с этих канадских оптовых компаний А что за канадские оптовые? Ну, это потому что развод был На улице подходят к тебе люди улыбчивые Здрасте, мы из канадской компании Вот вам подарок А если вы еще чуть-чуть доплатите Мы вам еще чего-нибудь подарим И вот эти вот канадцы впаривали людям Китайское фуфло По тройной цене Ну, я к чему Он торгаш Он втюхивать может А застрелить нет Да и потом Вы его руки видели-то? У него же палец В дужку с пускового крючка не влезет Чтобы этот самый крючок нажать Ну, это не аргумент Слушай, ну Да еще так Профессионально уложить двоих Ну, лажа это Так Прямых улик у вас нет Нужен пистолет Пистолет ищем Хорошо А что с этим С Королевым Отправлять его надо? Завтра Отправлю Хорошо Хорошо Слушай, Сань Чего? Разговор есть? Какой? Я по поводу Вальта Нехорошо как-то получается Мужик все-таки кровью искупил свою вину А тут такое Ну и что ты предлагаешь? Значит, смотри Я все придумал И все подготовил Так, 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 так Ну, посвяти меня Что ты придумал И что подготовил? Нет, там все нормально Там все с чинь-чинарем Ты не переживай Нет, конечно Если ты считаешь Что Валет должен сидеть Я все отменяю В общем, я должен передать тебе следователю Королев, если тебе интересно Я считаю, что ты сел несправедливо Ты кого это чешет? Ты много справедливости в своей жизни видел в начале Я вот нет Мамка с папкой Мамка с папкой водку жрали по-черному Все мое детство Я на них смотрел Я другой жизни не представлял Справедливо Залетел первый раз по балалетке Кола захотел попробовать А денег не было Справедливо Так все дорого Товар началось и через границу Ну да, нарушил Ну что, кому-то вред от этого был, что ли? А то с кого-то переляку находят у меня стволы замазанные Якобы я их пер через границу Ну на хрена они мне стволы эти? Я тебе скажу Чтоб меня подставить и брых настоящих отмазать Ну ладно, я не оправдываюсь Вся жизнь Дерьмо Не поверишь Единственное, что было нормальное в жизни Так это война Война это не нормально Нормально, начальник Я там хоть знал, за что я воюю Я человеком себя Впервые почувствовал Вот поэтому ты ненормально Валера Слушай, можно мне пару слов с задержанным переговорить? У вас две минуты Спасибо Командир, ребятам со взвода передай, чтоб не ждали, хорошо? Да ты им сам все расскажешь Слушай, внимательно запоминай Вот там вот сзади меня двое Вывезут тебя за город Дальше с волонтерами Я договорился Спасибо, капитан Низокуда Ну это как получится Жизнь покажет Забирайте Музыка Музыка Все-таки Володя прав Прав не похож Шрек на хладнокровного убийцу Хоть убейте Меня не похож А если это не он Тогда у нас остается только один вариант Да погоди ты, погоди Сейчас повиси Я тебе все расскажу Повиси, говорю Так, заводит Хрящ Это информатор мой Говорит, что к нему обратился мужик Интересуется адресом Шрека Предложил денег И оставил номер телефона Чего ему сказать? Так, спроси Не было ли у этого мужика шрама на лице Хрящ, скажи мне У этого кренделя Который к тебе обратился Есть шрам какой-нибудь где-нибудь? Так Где? Повиси На правой щите шрама Вот оно Вот оно Вот Я ж говорил Так Скинь этому Хрящу Адрес Шрека Так, Хрящ Через минуту я сброшу тебе адрес Шрека И передай ему большое спасибо И передай ему большое спасибо В смысле Это я тебе говорю большое спасибо Давай Лена, срочно езжай К безутешной вдове И сообщи Что убийца пойман И мы ищем только орудие убийства Значит Вы поймали убийцу? Ну да Возможно Его же посадят Он же ответит, да? Ну мы во всяком случае Все для этого делаем К сожалению Улики у нас косвенные Но завтра утром Придет постановление На область квартиры Если же мы найдем пистолет Убийцу вашего мужа посадят Это я вам гарантирую Надеюсь Очень надеюсь Я вам сочувствую Держитесь Спасибо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Не надо прятать Клади его на пол И двигай ко мне Без резких телодвижений Не усугубляй клим Можешь попытаться, но... Не стоит Ковалевский Упакуй Руки Потужен Я за понятели? Давай В общем, клим и жена Антонова Оксана Были любовниками Около полугода Но в результате Они чем-то прокололись И Антонов что-то заподозрил Да И он сказал климу Что если жена ему изменяла Тогда он ее выгонит на улицу И лишит всего Собственно, именно это его и погубило Клим рассказал это Оксане И ей эта идея очень не понравилась Ну, а кому бы понравилась? Кто разработал план? Клим говорит, что он Оксана утверждает, что она Ну, в общем-то и не важно Клим знал о непонятках Антонова Со Шреком И решил воспользоваться случаем Подставить его В тот вечер Антонов попросил Клима его подстраховать Он находился в соседней комнате Поэтому Шрек его не видел Когда он ушел Клим отодвинул шкаф Открыл дверь И застрелил сначала Антонова Потом Ханя Потом ушел Воспользовавшись окном туалета На первом этаже А Оксана Собственно, даже подтвердила его алиби Сказала, что они прошвырнулись По магазину Очаровательная парочка Застрелили двух человек И отправиться по магазинам Ладно Главное, что разобрались Взяли, кого нужно Вот как бывает Да? Факты говорят одно А интуиция совсем другое И ее голубушка у существ Нельзя сбрасывать А вот если бы вы, Федор Иванович Не одобрили наш план Интуиция бы не сработала Я одобрил ваш план Потому что верю вам И вашей интуиции И кстати А куда делся Королев? Валет? Да Так я передал его конвою Под роспись Точно Федор Иванович Ну мы же понимаем Что все под сокращением ходим И в случае прокола Нас ждет судьба киевских бомжей Поэтому мы работаем Не за страх А за совесть Так что Убедитесь Ладно Надеюсь Документ настоящий Обижаете, Федор Иванович Саша Положи этот предмет Пожалуйста Вот ведь как бывает Жрешь с человеком Под одной крышей Жрешь с одной тарелки А потом только бац Выясняется, что он убийца Ну да В жизни Ничто нас так не убивает Как убийцы Все, все свободны Бараман До свидания Давай Пока Валу, ты мог бы меня сегодня Подвезти домой? Да, конечно Сейчас? Да, да Надо с тобой уже поговорить Поговорить О чем будем говорить? О любви? О многом Не очень серьезно Я в сумку возьму Наконец-то Созрела Я в машине подожду Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА